Здравствуйте! Как известно, в Грузии не утихают дискуссии и обменения относительно того, с какими государствами, с какими странами Грузия должна в первую очередь на раз доложать сотрудничество, дружить, учитывать интересы этих стран. Понятно, что многие политики, как и которые были при власти, так и многие, которые сейчас при власти, очень много говорят о необходимости тесных, дружеских взаимоотношений с Евросоюзом, о евроинтеграции, о расширении культурных, экономических и прочих связей с Европой. Все это хорошо. Вообще-то, суверенное государство не должно пренебрегать отношениями ни с одним членом мирового сообщества. Будь то Евросоюз, Соединенные Штаты, страны Азии, Африки, Латинской Америки. Все это важно. Но для всякой страны самое главное – хорошее отношение с соседями. Соседей в Грузии, напомним, четыре. То есть страны, которые мы имеем в слухопутной границе. Это Россия, Азербайджан, Армения и Турция. То есть, в первую очередь, хорошее отношение мы должны иметь с нами, с нашими ближайшими соседями. При этом, с Турцией и с Россией масштабы Грузии, как государства, немножко несопоставимы. Напомним, что население России более 140 миллионов, огромные ресурсы, огромная территория, огромный потенциал. Турция тоже население около 80 миллионов. То есть Грузия с населением 4,5 миллиона. Она немного, так сказать, наши соседи, конечно, могут развивать с нами равные, в отношении к равным партнерам. Но нужно понимать, что мы находимся немножечко в разных весовых категориях. То есть, совсем другое дело, Азербайджан. Это братская, соседняя нам страна, которая сопоставима по территории из Грузии. Немножко, даже не немножко, сейчас намного больше по населению, 9 миллионов населения в Азербайджане. Но Азербайджан никогда не стремился навязать свою волю соседям. Всегда стремился, так сказать, к взаимовыгодным отношениям, особенно к отношению Грузии. При этом, азербайджанская сторона никогда не говорит и не любит рекламировать свое участие в помощи Грузии, в становлении ее экономики. А это участие огромное. Нужно сказать, что среди внешнеторговых партнеров нашей страны Азербайджан занимает второе место после Турции. Но среди партнеров по экспорту первое место. То есть, главный экспорт из Грузии идет на Азербайджан. Это очень важно для нашей страны, поскольку, как известно, у Грузии стабильно отрицательное внешнеторговое сальдо. Это беда нашей страны. С чем она связана, я думаю, никто не хочет, это не секрет. В Грузии очень слабо развита промышленность. Грузинское сельское хозяйство, к сожалению, да, оно развивается. Но его развитие оставляет желать лучшего. Экспорт услуг тоже из нашей страны относительно небольшой. Основная статья экспорта, согласно внешнеторговому балансу, это реэкспорт автомобилей. То есть, приходят к нам поддержанные авто, и мы их продаем, продаем другие страны, в том числе Азербайджан. То есть, то, что Азербайджан покупает у нас автомобили, поддержанные автомобили, которые тут у нас доводят до ума. То есть, создаются рабочие руки, рабочие места, люди заняты, они получают автомобили, проводят какой-то ремонт, и продают у нас, покупают граждане и компании из Азербайджана. Вот. Вот. Может ли обойтись Азербайджан без экспорта, то есть, без импорта поддержанных автомобилей из Грузии? Ну, я думаю, что может. Он может напрямую возить автомобили из Соединенных Штатов, из Южной Кореи, из Японии, из Европы. Ну, кто нам их продает? А вот может ли Грузия быть без Азербайджана? Это большой вопрос. Дело в том, что грузинская экономика зависит от импорта энергоносителей. У нас нет недостаточно собственной нефти, собственного газа, собственных нефтепродуктов. Мы это все вынуждены завозить. Вот. И главным поставщиком и нефти, и газа сейчас у нас является Азербайджан. Причем, азербайджанская государственная компания Сакар, она проводит активно газификацию. Газификацию населенных пунктов Грузии. Тем самым она способствует тому, что складывается более здоровая обстановка грузинской глубинки, грузинских регионов. Не секрет, что из-за того, что в многих селах, в многих поселках, в многих даже городах не было газа, не было элементарных удобств, население, особенно молодежь, покидали. Покидали те города, они пустели. Сейчас, допустим, когда газ проходит в любые села, поселки, такого не наблюдается. Люди могут иметь все удобства, могут пользоваться газом. И они остаются на родине, остаются в своих родных домах, в своих квартирах. Это хорошо. Уменьшилась миграция из Грузии. То есть, все больше грузин возвращаются, особенно в глубинку. То есть, не только в Тбилиси, из-за рубежа стремятся здесь найти рабочие места, устроить свою жизнь. И в этом тоже содействуют Азербайджан. Азербайджанские инвестиции идут, так сказать, не только в сферу, связанную с нефтегазовым комплексом. Ну, например, допустим, завод по производству удобрений, карбамида, кукулевий. Будут дополнительные рабочие места. Это пойдет на пользу сельскому хозяйству Грузии, который, как известно, испытывает недостаток и в удобрениях, и в средствах защиты растений. И смотря по тому, сколько рабочих мест создают у нас азербайджанские инвесторы, нужно сказать, что мы недостаточно ценим. Мы мало говорим о том, какую роль играет в экономике Грузия и Азербайджан. Азербайджанцы скромно умалчивают. То есть, в характере азербайджанского народа не описывать свои выдающиеся деятели. Скромность – это черта национального характера. Азербайджанцы очень хорошие. То есть, азербайджанцы очень скромные, но зато они делают очень много. Очень много и много полезное. Особенно для своих соседей, тех соседей, с которыми они хорошо живут, которые считают своими соседями, братьями, друзьями. Для Грузии они делают очень многое. И они об этом не говорят. Поскольку, допустим, наша пропаганда, как пропаганда правительства, так и пропаганда неправительских организаций, очень много любят говорить, допустим, о помощи, которую оказывает Грузия и Запад. Ну, я бы сказал, что эта помощь очень небольшая. И роль внешнеторговых отношений с Западом тоже небольшая. Потому что, допустим, западный рынок для плодовочной продукции грузинской, даже для грузинских финн, он практически закрыт, поскольку там своих производителей не могут на нем достаточно развернуться. Наши партнеры, допустим, по экспорту, это в первую очередь Россия, страны СНГ, ну и Азербайджан по экспорту продукции, которая производится у нас в Грузии. Что еще очень важно? В Грузии самое крупное национальное меньшинство, самая крупная община, можно сказать, это тоже этнические азербайджанцы. Вот. Очень много слышно в Грузии и за пределами Грузии, особенно наши недоброжелатели, любят рассуждать о том, что у нас нарушаются права этнических меньшинств. Ну, говорят, допустим, о сепаратистских регионах наших Абхаз и Южной Осетии, причем переводят, как правило, примеры, так сказать, того периода, когда были там войны и до этих войн, то есть почему-то ничего не говорится, что в сепаратистских регионах ущемляются права грузинского населения, что грузин оттуда выгоняют, что не позволяют возвращаться в родные дома. Это почему-то никто не говорится, так сказать. Ну, и это очень хорошо, я думаю, что нет никаких, так сказать, нареканий на положение, ну, громких нареканий на положение азербайджанского национального меньшинства Грузии. Но это не означает, что азербайджанцы и Грузии всем довольны. Они могут не говорить об этом. То есть я же говорю, что азербайджанский народ очень скромный, то есть он не любит, так сказать, много кричать о своих проблемах, он не любит, они, азербайджанцы, в характере азербайджанского народа и вообще с характера тюркских народов, тихо решать свои проблемы, не озадачивая этим соседей, других, как бы. Вот они решают свои бытовые проблемы, решают как-то свои культурные проблемы. Но это не значит, что если спросить, если, допустим, заглянуть в душу азербайджанцев в Грузии, что его все здесь устраивает. Он может это не говорить, он очень ценит дружбу с грузинским народом, он очень ценит стабильность грузинского государства, он является хорошим гражданином Грузии. Но это не значит, что нам нечего предложить нашим азербайджанским братьям. Ну, к примеру, допустим, такой пример, самый небольшой. Сейчас в Грузии все делается для развития туризма. Приезжают к нам гости, и для их удобства очень много указателей, материалов на английском языке. Везде до меня не будет английская речь. Учеников в школах учат с детства, то есть с первого класса английскому языку. Ничего там плохого нет, я считаю. Чем больше языков человек знает, тем он богаче. Но, скажем честно, а много ли живет англоязычных людей, англоязычных граждан, англичан, американцам, Грузии, которые являются в Грузии, для которых английский язык является родным? Много ли таких людей вы назовете? Не знаю, я таких людей, честно говоря, не знаю. А вот людей, которым родной азербайджанский язык, очень много. Это наши сограждане, это наши братья. Они живут в нашей одной стране, платят здесь налоги, работают для нашего всеобщего процветания. И понятное дело, что любой человек хотел бы говорить на своем родном языке, видел в нем видеть внимание своей родной культуры. Тем более культуры очень богатой, очень самобытной, очень своеобразной. Ведь нужно учесть, что все, что лучшее от восточных народов, от народа Востока, приняла Грузия, грузинская культура, оно шло через Азербайджан, через азербайджанскую культуру. Вообще нельзя провести четко границу между Грузией и Азербайджаном. То есть, настолько наши народы переплетены, настолько они были хозяйственными взаимодействиями, не говоря о том, что это политически были очень тесные взаимоотношения. И в истории много таких свидетельств, когда сами грузины делали зло своему государству, своей родине, предавали, становились на сторону врага, а азербайджанцы, которые служили грузинским царям, они не предавали. Вот, в случае, когда был Иераклий II, последний такой великий царь, который отстаивал независимость, суверенитет Грузии, вот, когда он воевал Агам Ахмад Хланом Хаджкаджаром, вот, когда был разрушен в Тбилиси, так вот, самыми верными, самыми преданными союзниками тогда были азербайджанцы. Вот. Свои грузины предали, многие предали, многих бросили, многие кинули, многие сбежали, многие вообще не пришли, так сказать, не явились на защиту Тбилиси, на защиту Грузии. Азербайджанцы, нет, азербайджанцы до конца стояли. В этом, как, это надо вспоминать, это надо вспоминать, это надо напоминать, такие общие события в истории, и в дальнейшей истории, когда мы уже были вместе в Советском Союзе, когда плечом к плечу сражались, воевали и грузины, и азербайджанцы на форстах Великой Отечественной войны. Ведь известно, допустим, наши воины, и грузинские, и азербайджанцы, вместе воевали под Сталинградом, на Северном Кавказе, в Крыму, на юге Украины. Вот. Были части, которые состоялись в основном из выходцев из Грузии, из Южной Грузии, из Клэма-Картли, Барчало, так сказать, были многие такие части, где очень много было. Там плечом к плечу сражались грузины и азербайджанцы. Это надо помнить. Наши братцы скреплены кровью, не просто соседи. При этом азербайджанцы всегда уважали и уважают грузинскую культуру, к ней очень трепетно относятся, с уважением. Большинство из них, большинство азербайджанской молодежи знают хорошо грузинский язык, и очень к нему хорошо относятся, к тому, что ему лучше, что из Грузии. Нужно делать ответные шаги. Ведь мы таким образом сами себя обогатим. Ведь наши деятели культуры, до присоединения Грузии к России, к Российской империи, языком межнационального общения в Грузии, бухтюрский язык, и наша вся элита, она его знала. То есть без знания тюркского языка нельзя было занимать никакой государственной должности, потому что ты не мог общаться с людьми других народов, других национальностей. Тем более, даже другие народы, которые переселились в Грузию, христианские народы, уже во времена Российской империи, они говорили на тюркском. Вот на моей памяти, вот Цалкинский район, Цалка, как известно, там жили в основном греки, частично армяне, но большинство греков говорило на тюркском языке. Они с азербайджанцем прекрасно понимали, они как бы между собой прекрасно общались, так сказать, без всяких переводчиков. Вот, эта культура, к сожалению, утеряна. К сожалению, очень многие греки уехали в Грецию, сейчас очень многие жалеют, возвращаются. Вот, к сожалению, не все там нашли свой дом, потому что разница менталитетов все-таки сказывается. Кавказ здесь Кавказ, тут своеобразный менталитет, тут люди умеют уживаться, люди умеют приходить на помощь, люди разных национальностей. Это даже на бытовом уровне чувствуется. Вот, и это особенно отмечается, где вот смешанные села, смешанные города, поселки, где живут грузины и азербайджанцы, всегда сосед придет соседу на помощь, никогда не бывает тренинг, никогда не бывает конфликтов. Были когда-то там на зрении зависимости Грузии там определенные вопросы, но сами азербайджанцы пытаются об этом забыть, именно не вспоминать. Это тоже очень тактично с их стороны, ведь были допущены несправедливости, вопиющие несправедливости, но самые азербайджанские граждане, граждане азербайджанской национальности Грузии, они пытаются не вспоминать о тех обидах, о тех несправедливостях, которые действительно были к ним допущены. А об этом должны вспомнить, вспомнить мы, вспомнить, кто из наших соотечественников, наших сограждан допустил несправедливость по сравнению с соседем, по отношению к нашим братьям азербайджанцам, Ну и делать так, чтобы этого не повторялось, потому что должно быть этим людям стыдно, которые в чем-то допустили такую несправедливость. Еще один момент. Как известно, очень много выходцев из Азербайджана, то есть из Рузии, выходцы из Рузии, живут в Азербайджане, живут в Баку. И они приносят очень большую пользу Азербайджану. Не знаю, почему так получилось, но среди выходцев из Дманийского, Бауниевского, Марнаульского районов очень много талантливых людей. Особенно из Дманийского района я знаю, там многие достигли очень больших высот в карьерном росте, в своем самореализации, в различных сферах науки, в культуре, в искусстве. Вот в Азербайджане. Да, то есть они там, они принесли. То есть это очень хорошо, это большое счастье. Мы должны гордиться, что грузинская земля, Грузия дала Азербайджану таких сынов, таких дочерей, которые работают ради его блага. А с другой стороны, мы должны немножечко, как бы, быть немножечко, так сказать, недовольны. Ну, смущаться, что ведь эти же люди могли послужить и Грузии. Талантливый человек, везде талантливый человек, так сказать. И это не обязательно какой-то ученый, деятельный искусства, деятельный культуры. Когда был президентом Саакашвили, он предлагал такое, что, мол, давайте вот в Южной Африке, там есть такие фермеры-буры, как бы, они хорошо занимаются сельским хозяйством, вот, давайте их переселим в Грузию, и они научат Грузию заниматься сельским хозяйством. Я говорю, и вообще, для многих Грузин это было в шоке, зачем нам буры, и вообще многие говорят, а кому, кто нам лучше может научить заниматься как сельским хозяйством, чем наше азербайджанство, допустим, в Роменуцком районе. Ведь я, все граждане Грузии со мной согласятся, что лучше, так сказать, на тех землях, на которых они живут, вот получать такие урожаи, так эффективно добываются таких эффективных результатов, у азербайджанцев получается даже лучше, чем у грузин. Даже на тех же участках, на тех же землях, на тех же климатических условиях. Это тоже, это тоже, аграрный сектор, это будущее Грузии. То есть у нас уникальные климатические условия, и мы должны, так сказать, развивать, и хорошо бы было, чтобы наши, так сказать, фермеры, азербайджанцы, ни в чем не знали каких-то такой-то недостатков, чтобы правительство им помогало. Это же будет хорошо только Грузии, чтобы росло производство сельхозпродукции, овощей, фруктов, зерна, мяса, вот, и другое. Есть и другие перспективные направления сотрудничества. Например, Азербайджан этого вопроса не поднимает. Но мы могли бы это поднять, наши грузинские экономисты могли бы поднять. Как известно, когда был Советский Союз, у нас, допустим, в Хевим, в Тиулете, в районах горных, где много альпийских львов, много зимних пастбищ, то есть летних пастбищ, зимние пастбища у них были в Дагестане, в равнинных районах, были отгонные миграции. Конечно, хотелось бы восстановить такие отношения сейчас и с Россией, чтобы, опять же, возобновились такие нужные, столь необходимые для жителей горных районов, вот такие хозяйственные связи. Но это сейчас трудно. А вот в Азербайджане, допустим, я знаю, сейчас из-за оккупации Нагорного Карабаха не хватает летних пастбищ, не хватает летних пастбищ, не хватает, то есть зимние... А в Грузии перегружены, наоборот, зимние пастбища, в Кахейте, в Сагареджольском районе, в Ширакской степи, вот, Квема-Картли, перегружены зимние пастбища. Вот, они истощаются, перевыпас кота идет, вот, можно как-то договориться об аренде, допустим, Азербайджанам летних пастбищ в Грузии, а Грузии зимних пастбищ в Азербайджане. Конечно, это много вопросов, вопросов ветеринарных, вопросов пересечения границ, вопросов... но они все это, все вопросы решаемы. Это к тому, я веду, что давно назрело создание общего экономического пространства между Грузией и Азербайджаном, поскольку наши хозяйственные комплексы очень тесно взаимосвязаны. Да, достаточно посмотреть на карту. Допустим, возьмем нашу границу с Россией, так сказать, она проходит по труднопроходимым горам, то есть, в принципе, есть там Верхний Ларст, есть, допустим, проблемы сепаратистские регионы, но граница труднопроходима, и просто так, допустим, гости в соседнее село, к гражданам России не съездишь, при всем желании. Граница с Азербайджаном совсем другая. Тут нет никаких барьеров. Нет вообще барьеров. То есть, связи хозяйственные, экономические, культурные могут развиваться спокойно, ничего не мешает, ничего не мешает развиваться туризм. Ведь, как известно, Азербайджан сейчас очень много внимания уделяет развитию туризма своих западных регионов. Шики, Гянжа, Закатала. Как внутренние туристы азербайджанские посещают эти регионы, так сказать, так и иностранные. Людям нравятся это уникальные места, где, кстати, уже прослеживается влияние грузинской культуры. Грузия тоже развивает туризм в своих восточных регионах, в Кахетинском регионе. И так получается, что, допустим, туристы едут либо в Азербайджан, либо в Грузию, так сказать, и очень редко пересекают границу. Хотя, если бы это было, так сказать, такой туризм на две страны, то туристический поток бы намного возрос. Это было бы взаимное обогащение и наших гостей. И для экономики подъем, потому что, как известно, турист создает рабочие места и способствует росту занятости, в том числе глубинных районов. То есть, как известно, многие глубинные районы Розии, трудозапуступные, гордые, выживают, поднимаются за счет того, что начался поток туристов, как внутренних, так и за рубежа. Вот с Венеки, например, в Казбек, в Пресцепансминском районе и в других. Все это говорит о том, что работать нам нужно, так сказать, на сотрудничество с Азербайджаном, на развитие братских соединенных отношений, но и не забывать наших соотечественников азербайджанской национальности. Делать то, чтобы они чувствовали для себя дома, чтобы талантливая азербайджанская молодежь оставалась в Грузии. И свои умения, свои знания, свой опыт, свое желание, свои молодые, так сказать, устремления, она направляла на строительство грузинского государства, подъем нашей экономики, нашей культуры. Поскольку еще в советские времена, как известно, допустим, азербайджанская музыка, азербайджанское, так сказать, искусство, народные ремесла, так сказать, производство коврова, это было гордостью Грузии. Вот, то есть оно вносилось в нашу общую копилку, в нашей республике, в нашего государства. Почему, когда наша страна стала независимой, мы должны от этого отказываться, от того культурного потенциала, который имеется у наших граждан азербайджанской национальности. Я надеюсь, что взаимоотношения между Грузией и Азербайджаном будут и дальше плодотворно развиваться. Вот, и мы будем находить новые точки соприкосновения, новые какие-то совместные проекты, новые сферы сотрудничества, их очень много, так сказать, вот. Будет сами предлагать, то есть не обязательно, что, допустим, сейчас азербайджанская сторона, Сакар, приходит с инвестициями. Вот, мы должны какие-то что-то давать, чтобы было выгодно, чтобы полезно нашим азербайджанским соседям, нашим азербайджанским братьям. Вот, от этого будет богатеть, будут развиваться, будут лучше жить наши народы. Большое спасибо. Надеюсь, что и в дальнейшем в отношениях между Грузией и Азербайджаном будет только самое лучшее, только и наши братские взаимоотношения будут образцом для других стран и народов, как вот надо строить отношения с соседями. Спасибо. 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 Спасибо.